Здравствуйте! С вами я, Алёна Никольская. Это астрологический прогноз на июль 2024 года. Середина лета, июль и август будут по-настоящему жаркими. Июль у нас с вами начинается с того, что очень важная точка на небе, которая называется Черная Луна, поменяет знак Зодиака, и она перейдет в знак Весы. И мы увидим, как прокатится целая волна брака, разводных процессов. Люди будут делить все, что нажито не по сильным трудам и между супругами, и между компаниями, и между людьми, и в обществе в целом. Будет буквально зашкаливать напряжение. Поэтому ваши планы по поводу отпуска, переезда, еще каких-то вещей могут сместиться на некоторое время. Помните там выражение «хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы». Так вот, это будет буквально и в июле, и в августе. Ваши планы будут меняться со скоростью курьерского поезда. В начале июля еще одна очень важная планета Нептун развернется так же, как уже сейчас двигаются и Сатурн, и Плутон в ретроградное движение. И внутри будет нарастать напряжение. Нептун – это планета иллюзий, планета какого-то мистицизма, планета интуиции, а также планета высшей любви. А еще невероятных каких-то закамуфлированных вещей, которые будут происходить. Поэтому не всегда то, что вам кажется, оно есть на самом деле. Поэтому будьте аккуратны, особенно если это касается каких-то серьезных вложений денег, каких-то авантюрных мероприятий или каких-то вещей, где вам кажется, что вы просчитали все свои шаги, но окажется, что что-то такое может остаться за кадром, то, что вы даже и на что вы даже и не рассчитывали. Будьте аккуратны. Затем в середине месяца, это уже будет чувствоваться начиная с 10 июля вплоть до 20 июля и даже до конца месяца, у нас с вами будет очень важный аспект – соединение Марса и Урана. Это две взрывоопасные планеты. Будьте аккуратны. Могут быть и взрывы какие-то природного газа, могут быть извержения вулканов, природные катаклизмы, а также очень неспокойная ситуация везде, где какие-то горящие точки на Земле. Постарайтесь держаться подальше от тех мест, где вы можете пострадать по возможности. И уж точно не стоит отправляться в отпуск в те места, где могут произойти какие-то стихийные либо природные катаклизмы, либо бедствия. Затем у нас будет очень непростой аспект и буквально будут как две волны накатываться друг на друга – это амбиции и старый опыт. И вот люди более старшего поколения будут постоянно выяснять отношения с людьми более младшего поколения, а также люди более ресурсные, социально-ресурсные, с людьми обычными. Поэтому будьте аккуратны. Ни в коем случае не высказывайте свое недовольство, если вы хотите сохранить свою работу, своему начальству, потому что это может быть первый, ну может быть не первый, но точно последний раз. Поэтому берегите, пожалуйста, себя. Для представителей знаков водной и земной стихии, к водной стихии относятся рак, скорпион и рыба, к земной стихии относятся телец, дева и котирок, это время с одной стороны напряжения, с другой стороны возможностей. Постарайтесь излишнее напряжение скинуть через занятия спортом, через то, что вы будете большее количество времени именно за городом, на природе. Постарайтесь буквально скидывать негативную энергию через то, что вы будете ходить босиком по земле и постарайтесь быть рядом с любыми водными стихиями. И вся негативная энергия уйдет. Для представителей стихий огня это овен, век, стрелец и воздуха это близнецы, весы и водолей для вас будет серьезным вызовом любые изменения. Если вы давно хотели сменить работу, то сейчас самое подходящее время. Решили, действуйте, а еще отстаивайте свои границы и обязательно постарайтесь развернуться лицом к тем людям, с которыми вы были в каких-то довольно непростых отношениях, особенно рабочих. Постарайтесь сделать все возможное, чтобы с этими людьми свои отношения наладить. Иначе это не только приведет к сложностям вашим личным, но вы можете оказаться в большой финансовой яме. Поэтому постарайтесь максимально наладить с ними отношения. Июль месяц непростой, но все, что нам непросто, дает нам возможность двигаться дальше и иногда перепрыгнуть через несколько ступенек, если мы все делаем правильно. Субтитры создавал DimaTorzok